Привет! На складе компании «АвтоСтронг» 300 000 запчастей по отличным честным ценам. А на складе компании «МотоСтронг» десятки мотоциклов, привезённых из Европы. Эти мотоциклы пройдут любые проверки. Обязательно подпишитесь на Instagram «МотоСтронга». Там представлен весь ассортимент. Склад мотоциклов регулярно обновляется. Мы продаём мотоциклы в отличном состоянии. Они пройдут любые проверки. Обращайтесь в «МотоСтронг». Менеджеры ответят на любые вопросы и помогут с доставкой по СНГ. Все контакты в описании к видео. А что вы знаете об амортизаторах подвески вашего автомобиля? В этом видео мы расскажем всё об их конструкции, износе, поломках, проверках, а также развеем мифы. Для этого мы отправимся в очень компетентную и крутую лабораторию, но это будет чуть позже. А для начала мы зарядим вас теоретической информацией. Назначение амортизаторов – это обеспечение постоянного контакта шин с дорожным покрытием гашения колебаний пружин, а также устранение раскачки кузова. Амортизаторы управляют динамическим распределением массы автомобиля при манёврах. Важно знать, что амортизаторы не удерживают кузов на определенной высоте. Эту задачу выполняют пружинами именно на их плечах весь вес автомобиля и груза. Амортизаторы – это очень важный элемент подвески. Если амортизаторы изношены и плохо гасят колебания, то водитель ощущает ухудшившуюся управляемость, стабильность и комфорт. Из-за уставших амортизаторов увеличивается тормозной путь. Исследования говорят, что тормозной путь увеличивается на 10%. Согласитесь, об этих лишних 3-4-5 метрах при резком торможении водитель узнает слишком поздно. Сегодня никого не удивляет наличие активных систем безопасности в автомобиле. Однако настройки антиблокировочной системы тормозов и системы стабилизации тесно завязаны с определенными характеристиками работы подвески в целом и амортизаторов в частности. Поэтому никакая система безопасности не способна компенсировать ухудшение контакта колёс с дорожным покрытием из-за износа деталей подвески, амортизаторов, а также шин. А сейчас поговорим о поломках амортизаторов. Амортизаторы способны служить очень долго. Они переживут несколько комплектов сайлентблоков, шаровых опор и пружин. Углубленную диагностику амортизаторов стоит производить раз в 80 000 км. Для долгой службы амортизатора важно не допустить загрязнение его штока. Шток и его сальник – это единственная пара трения в амортизаторе, которой грозит внешняя среда. Из-за этого амортизатор работает на сухую и появляется фрикционный износ. Поэтому не жалейте времени и денег для того, чтобы поменять порванный пыльник либо треснувший полиуретановый демпфер. При больших пробегах амортизатор выходит из строя из-за естественного старения амортизационной жидкости, а также из-за деформации пластин, клапанов и регуляторов, а также из-за износа направляющей втулки штока. Амортизатор очень легко повредить при установке. Самые распространенные поломки при монтаже происходят при затягивании гайки штока ударным гайковертом. Этого ни в коем случае делать нельзя, потому что можно сорвать резьбу, можно сорвать наваренный на шток концевик с резьбой, а также удары пневмоинструмента могут прикончить клапанный механизм поршня амортизатора. Встречаются и совсем дикие случаи повреждения амортизатора, когда сервисмены пытаются зафиксировать шток газовым ключом или другим ухватом. К этому методу прибегают при откручивании стоек McPherson, когда нет подходящего инструмента для фиксации штока от проворачивания. На штоке быстро появляются зазубрины, которые очень быстро убивают сальник и из амортизатора вытечет вся жидкость. Есть несколько простых правил, которые часто игнорируют при замене амортизаторов. Во-первых, амортизаторы надо менять парами. Второе. При установке амортизатора надо обязательно поставить новый пыльник и отбойник. Самая распространенная причина течи амортизатора – установка старого и грязного пыльника и отбойника, под который попадает грязь. Дело в том, что сальники штока устроены таким образом, что пропускают на поверхность штока минимальное количество гидравлической жидкости. Поэтому поверхность штока постоянно жирная и липкая, и к ней прилипает грязь и пыль, которые выводят из строя сальник. Итого, поверхность штока должна быть всегда прикрыта пыльником. В-третьих, окончательную фиксацию проушины амортизатора надо проводить на опущенном с подъемника автомобиля, т.е. когда амортизатор нагружен. Потому что если закрепить крепежный болт, когда машина на подъемнике и колеса вывешены, то при опускании произойдет деформация сайлентблока, и он быстро выйдет из строя. Явные признаки износа амортизатора – это подтеки ручейки и капли масла, которые вытекают из-под сальника штока. А жирное пятно, которое равномерно распространяется по корпусу амортизатора и занимает не более 1,3 длины его корпуса, не говорит о дефекте амортизатора. Признаками плохого состояния амортизатора являются ржавчина на штоке, а также царапины. Хотим развенчать ещё один миф. Этот миф по поводу стука амортизаторов. По статистике, собранной несколькими известными производителями амортизаторов, такой дефект, как стук, появляется крайне редко. Амортизатор может застучать из-за откровенного брака, из-за серьёзных внутренних повреждений, а также из-за деформации корпуса. Если вам кажется, что амортизатор стучит, будьте добры перепроверить шарниры подвески, пружины, опоры амортизаторов, незатянутый крепеж подвески, а также убедитесь в правильности установки деталей, которые нуждаются в точной ориентации при монтаже. Кстати, после установки нового или исправного БУ амортизатора в подвеске могут появиться стуки, которых до этого не было. Дело в том, что исправный амортизатор жёстче изношенного, и поэтому, например, износ верхней опоры может проявиться стуком. Проверить характеристики как нового, так и БУ-шного амортизатора без специального стенда не представляется возможным. На СТО есть стенды, измеряющие сцепление с дорогой и выдающие результат в виде коэффициента. Этот коэффициент никак не отражает состояние амортизатора и его остаточный ресурс – это общая величина, характеризующая состояние всей подвески. Высокий коэффициент сцепления с дорогой достигается не только за счёт исправных амортизаторов, но и при нормальных характеристиках пружин, демпферов и исправной подвески. Эти детали взаимосвязаны. После всей рассказанной информации вы легко сможете оценить состояние БУ-амортизатора. Шток должен быть невредимый, без ржавчины и царапин. А вот вмятины на корпусе не столь важны. Например, вмятины на корпусе двухтрубного амортизатора никак не повлияют на его работоспособность. Его не заклинит, а вот однотрубный заклинит. Совсем скоро мы вам расскажем про внутреннее устройство амортизатора. В исправном амортизаторе шток перемещается плавно, без заеданий и провалов по усилию. Во время вдавливания штока не должна вытекать гидравлическая жидкость. Дополнительно вдавите шток наполовину и подергайте вверх-вниз. Люфтов быть не должно. Скорость выдавливания штока, то есть ход отбоя обычно гораздо медленнее скорости сжатия. Ну а сейчас мы отправляемся в испытательную лабораторию, где есть специальный стенд для проверки амортизатора. А сейчас мы с вами в лаборатории компании «ШТМ-Сервис». Эта лаборатория, аккредитованная в пространстве ЕАЭС на проведение сертификационных испытаний различных автокомпонентов, включая амортизаторы подвески на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза 018-2011. Лаборатория принимает участие в товароведческих судебных экспертизах в качестве экспертной лаборатории, проводит анализ качества продукции, рассмотрение гарантийных случаев, контроль закупаемой продукции и исследовательские работы с целью разработки и развития автокомпонентов. Кстати, находящееся здесь испытательное оборудование аттестовано государственными органами метрологической оценки Республики Беларусь. Поговорим об устройстве амортизатора, так как в этой теме много мифов. Все амортизаторы газомасляные. Рабочий поршень всегда проходит сквозь гидравлическую жидкость. Чисто газовых амортизаторов на автомобилях не существует. Самая распространенная конструкция амортизатора двухтрубная. Где тут две трубы, спросите вы? Они вставлены друг в друга. Поршень, который находится на конце штока, двигается во внутренней трубе в рабочем цилиндре. Поршень в амортизаторе совсем не такой, как в двигателе или шприце. Скажем так, поршень в амортизаторе проницаемый. В него встроена система из отверстий дросселей и пружинных регуляторов, контролирующих сквозное проникновение жидкости и силу сопротивления амортизатора. Таким образом, поршень и штук не сжимают жидкость, а просто движутся сквозь нее. В конце рабочего цилиндра двухтрубного амортизатора есть отверстие, так называемый «донный клапанный механизм». Внешняя труба является корпусом амортизатора. В объеме внешней трубы также присутствуют жидкость и газ. Газ, как правило, азот. Как вы все знаете, газ – это сжимаемая среда, жидкость – не сжимаемая. Поэтому газ в данном случае является демпфером, компенсатором сжатия. То есть, когда амортизатор работает на сжатие, его поршень хоть и проходит через гидравлику, но толкает и перемещает ее перед собой. Жидкость из рабочего цилиндра вытесняется во внешний, но гидроудара при этом не происходит, потому что сжатие передается к газовой среде. Также газовый демпфер уменьшает нагрев и вспенивание гидравлической жидкости, поэтому при интенсивных нагрузках характеристики амортизатора не изменяются. В конструкции однотрубных амортизаторов есть и рабочая жидкость и газ. Их между собой разделяет плавающий поршень. Важный момент – газ и жидкость в двухтрубном амортизаторе никак не разделены, то есть нет никакой стенки и барьера, разделяющих их. Если потрясти двухтрубный амортизатор, то можно услышать бульканье. Это нормально и этот звук не является признаком износа. Когда какой-то амортизатор называют газовым, то скорее всего имеют в виду однотрубный. Кстати, двутрубный амортизатор в рабочем положении устанавливается вертикально, либо же немного под углом. А вот однотрубный амортизатор может отлично работать в любом положении, то есть в горизонтальном, либо даже в перевёрнутом. Однотрубный амортизатор сложнее в изготовлении и стоит дороже двухтрубного. Все современные амортизаторы имеют двухстороннее действие на сжатие и на отбой. Причём, характеристики хода сжатия и отбоя на гражданских амортизаторах имеют по три настройки усилия демпфирования. То есть пассивные амортизаторы изменяют усилие демпфирования в зависимости от скорости движения штока и внутреннего давления. Условно говоря, амортизаторы рассчитаны на три порога скорости движения поршня. В их клапанных механизмах есть три отрегулированных канала для протекания гидравлики. А вообще, с точки зрения ресурса, самыми важными деталями в амортизаторе являются вот эти направляющие тефлоновые втулки. Самыми главными врагами для них являются пыль и грязь на штоке, которые вы сами знаете откуда появляются. Пыль и грязь повреждают втулки, повреждают сальники, царапают шток и амортизатор начинает течь. Проверка амортизаторов будет проводиться на соответствии требований ГОСТ и состоять из нескольких этапов. Первый этап – это проверка амортизаторов на герметичность. Проверка выполняется без стенда, шток амортизаторов давливается до упора и оставляется в горизонтальном положении на сутки. Таким образом создается максимально стрессовая ситуация для сальника. Для проверки мы взяли три амортизатора от одной модели автомобиля. То есть, все эти три амортизатора взаимозаменяемые. Один оригинал, новый, новый заменитель и бэушечка от компании «АвтоСтронг». Кстати, если вы заметили, то наша бэушечка оказалась оригиналом. Все амортизаторы выдержали испытания, течи и отпотевания по сальнику шток амортизатора не обнаружили. Обратите внимание, что все штоки сухие и отметим, что скорость выхода штока никак не отражает работоспособность амортизатора. А теперь переходим ко второму испытанию. Заданные в конструкторской документации характеристики амортизатора, а это усилия хода сжатия и отбоя при различных скоростях движения поршня обычно производителями не публикуются. Поэтому проверяемый амортизатор будем сравнивать с эталонным. Поскольку в требованиях ГОСТ указано, что параметры амортизатора должны соответствовать требованиям конструкторской документации, мы возьмем оригинальный амортизатор, который предусмотрен для установки на автомобиль его разработчиков. Отдельно отметим, что у производителей амортизаторов есть линейки продукции со, скажем так, улучшенными характеристиками для определенных условий эксплуатации автомобиля, то есть спорт, бездорожье и так далее. Но в любом случае проверка качества амортизатора выполняется на основе параметров оригинала. Проверку силовых характеристик будем проводить на специальном стенде. Испытание заключается в построении рабочих диаграмм усилий сжатия и отбоя амортизатора в двух диапазонах скоростей перемещения поршня, а именно в дроссельном и клапанном режиме работы амортизатора при рабочем ходе поршня не менее 80% от полного хода поршня. Отдельно проверяется ход штока амортизатора, он не должен быть меньше оригинала. А сейчас прогоним на стенде три амортизатора от одной модели автомобиля, а стенд нам подскажет, соответствуют ли характеристики бэушного либо хорошего заменителя эталонному. Амортизатор считается годным, если усилие сжатия и отбоя отличается от эталонного не более чем на 50-30% соответственно при дроссельном режиме работы и на 20-15% соответственно при клапанном режиме работы. Дополнительно будем прослушивать амортизатор при работе. Скрипы, стуки и прочие шумы не допускаются, но допускается шипение. Оно обусловлено протеканием жидкости через клапаны. Стенд испытывает амортизатор в автоматическом режиме. По ГОСТу надо испытывать амортизаторы на двух скоростях, то есть в дроссельном режиме и клапанном режиме работы. А мы проведем испытания по трём скоростям – на двух скоростях в дроссельном режиме и на одной скорости в клапанном. Скорость дроссельного режима – это минимальная скорость от 0 до 0,2 м в секунду, а клапанная скорость – это от 0,25 м в секунду до 0,52 м в секунду. Субтитры создавал DimaTorzok Проверку температурной характеристики проводят на том же стенде, что и силовые характеристики. С той лишь разницей, что перед испытаниями амортизатор замораживается в камере тепла и холода до минус 60 градусов, а затем с него снимаются силовые характеристики при различных температурах от минус 50 до плюс 100. Критерием годности амортизатора является условие, что его характеристики при сжатии и отбое не должны уменьшиться более чем на 30% в диапазоне температур от 20 до 80 градусов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы прогнали амортизаторы и получили следующие результаты. Хороший заменитель жестче оригинала. Очень интересно, что предоставленный компанией «АвтоСтронг» бэушный амортизатор практически полностью соответствует характеристикам нового оригинального амортизатора. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что касается температурных характеристик, новые амортизаторы соответствуют ГОСТу, то есть прошли этот тест на ура. Очень порадовало то, что бэушный амортизатор практически от них не отличается. То есть он и ГОСТу соответствует, и он абсолютно исправен. Надеемся, что сегодня вы узнали очень много нового о амортизаторах. Как он устроен, как он работает, почему он ломается, как он диагностируется. Также мы развеяли несколько мифов. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие подробные и классные сюжеты, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, нажмите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 000 км к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».